Здравствуйте! Вы смотрите Актуальное интервью. Сегодня мы поговорим о праздновании Нового года. Несмотря на всеобщее ликование, Новый год самый опасный праздник в плане пожарной безопасности. Пиротехника, алкоголь, сигареты и всеобщая расслабленность – все это может послужить одной из причин возникновения ЧП. Статистика МЧС показывает, что число пострадавших в новогодние праздники от огня с каждым годом снижается. И это происходит благодаря запрету торговли нелицензированной пиротехникой и пропагандистской работой в предпраздничное время. О том, как обезопасить себя во время новогодних праздников и о многом другом мы сегодня поговорим с подполковником внутренней службы МЧС Натальей Акуловой. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, справедливы ли опасения, что под Новый год возрастает число ЧП? Как и любой другой выходной день, праздничный день, Новый год, безусловно, у нас в такой зоне риска. Тем более, что выходные затяжные. Это не один-два дня, это практически полторы недели, поэтому многие люди начинают готовиться к этим праздникам, в хорошем смысле этого слова, задолго до Нового года. Безусловно, для многих отдых ассоциируется с употреблением большого количества алкоголя, с тем, что они могут встретиться где-то на природе, в местах с массовым пребыванием людей, и немножечко снижается внимание людей. То есть, в принципе, тут можно объяснить логически, почему действительно возрастает количество каких-то происшествий. Говорить конкретно, что именно в это время больше всего, от года в год все-таки ситуация меняется. Например, прошлая новогодняя ночь была более-менее спокойной, позапрошлая она была более тревожной. Ну, а вообще, последние два года нам не дают покоя вот именно последние дни новогодних праздников, потому что позапрошлый год это было происшествие большой пожара в торговом центре Атолл, А в прошлом году, в 7 января, прямо на Рождество, у нас случился прорыв водопровода, и он ликвидировался в течение суток, но достаточно сложно этот механизм, и технически, и организационно. Ну, сами понимаете, когда люди уже, наверное, устали отдыхать, и для них вот, и для экстренных служб, и для тех, кто просто отдыхает, да, это период такой переходный, им всегда сложно, да, действительно, чаще всего происшествий происходит больше. А как вы считаете, все-таки сознательнее становятся наши граждане год от года, или вот эта вся информированность, она ни к чему не приводит? Нет, информированность, безусловно, нужна, но тут выбор должен сделать сам человек, прислушиваться или нет. И, конечно, безусловно, важно использовать какие-то новые методики информирования людей, да, то есть, если мы будем одно и то же, каждый год, каждый день, говорить, говорить, так как в школе, я не знаю, нас учат таблицы умножения, да, безусловно, что-то запоминается, но оно становится для нас привычным, и когда мы попадаем в экстремальную ситуацию, мы эти знания из подсознания своего вытащить не сможем. Именно поэтому вот мы и придумываем какие-то новые формы. А в этом году что интересное у вас есть? Ну, я могу сказать, что у нас абсолютно... Чем отличается, допустим, нынешний год от предыдущих, раз вы говорите, надо разнообразить? Да. В этом году я постаралась свою любимую тему детскую безопасность немножко преподнести по-другому. Мы, например, записали вместе с воспитанниками детского сада аудиоролик, который обычно звучит моим голосом в торговых центрах. Я знаю, что некоторых жителей нашего города это немножко раздражает, но на самом деле, что называется, повторение мать учения. И мы напоминаем не для того, чтобы кого-то замучить бесконечным повторением, а именно для того, чтобы еще раз напомнить. Вот. Мы те же самые ролики записали голосами детей. Они воспринимаются интереснее. Пока мы опробовали только в нескольких эфирах, потому что, ну, несколько осторожно мы к этому относимся. Но в любом случае детский голос всегда воспринимается интереснее. Он, по крайней мере, заставляет человека остановиться и прислушаться. Ага, что случилось? А почему? А что же они скажут дальше? Ну, кроме этого, наверняка, вы в своем коллективе обсуждаете, что в МЧС очередной флешмоб придумывается какой-то. Опять же, мы не хотим выделиться среди силовых ведомств, но у нас новая команда пришла, информационная именно команда в министерстве на федеральном уровне. И достаточно молодая команда. И мне это нравится, как человеку, ну, не совсем, скажем так, молодежи. Вот, я понимаю, что действительно нужно придумывать что-то новое. Например, и ориентироваться на возрастные категории. То есть, если это совсем малявочки дошкольный возраст, то это, безусловно, какая-то наглядная картинка. Потому что ребенок воспринимает не речь, он воспринимает картинку визуально. Да, чем старше ребенок становится, тем больше можно преподносить какие-то уже текстовые варианты информации. Но, опять же, здесь важно тактильное участие. И желательно, чтобы профессионалы, скажем так, люди в форме, пожарные, спасатели, водолазы, ну, представители каких-то других профессий, инспектора ГИМС, государственного пожарного надзора, приходили и лично общались с детьми. Чтобы это не одна и та же тетя, да, тетя Наташа, приходила и рассказывала, что есть такие люди. А чтобы сами люди из первых уст. И когда из первых уст, ребенок верит больше. Вот я вам могу честно сказать. Я вижу просто, как они реагируют на уроках, как они реагируют на этих акциях каких-то наших. Вот, ну, тут могу сказать, что даже личный состав пожарно-спасательных подразделений наших в этом году креативил вместе с пресс-службой. И в феврале в рамках всероссийского флешмоба за здоровый образ жизни они сами придумали, то есть я никого не заставляла бегать в боевках, играть в мини-футбол. Это придумали сами пожарные. И получилось неплохо. И я думаю, что в ближайшее время мы придумаем что-то еще более интересное, потому что впереди у нас в 2020 году 30-летие министерства. И, ну, сами понимаете, само собой, безусловно, будет какой-то цикл целых каких-то акций, не только профилактических, имиджевых. И, безусловно, мы будем что-то новенькое придумывать и удивлять орловцев. Но дело в том, что люди не всегда адекватно реагируют на все эти вещи. Мы же не для того... Кажется, что навязывают. Да, навязывают. Кажется, что нечем заняться, лучше бы пожар отушили. Такое мы тоже слышим. И мы читаем комментарии в социальных сетях. Безусловно, мы с ними знакомимся. Но это, знаете, мое мнение лично, это все равно, что в советское время на заборе кто-то написал. Потому что, когда человек стесняется вступить в прямой диалог и доказать свою точку зрения, сказать о том, что вы плохо работаете, вы там то-то, то-то сделали не так, он начинает пользоваться именно такими обезличенными способами, когда просто высказать свое мнение, хотя он не является экспертом в данном вопросе. Ну, это то же самое, как обсуждение футбольного матча, да, человек, который в футбол никогда не играл. То же самое с тушением пожара. Приехали поздно, тушили долго, медленно ходили и так далее. То есть рассуждать на эту тему может, как мне кажется, только эксперт, человек, который в этом хоть что-то понимает. А так, в принципе, вернемся, да, к тому, что каким образом мы преподносим информацию. Средства массовой информации нам очень сильно в этом помогают. Например, много лет уже вместе с редакцией «Радиоэкспресс» мы делаем программу «Службы спасения». И спасибо огромное ребятам, они нам помогли и джинглы, вот эти вот заставочки симпатичные сделать, хоть как-то оживить наш казенный язык, потому что мы стараемся, но, сами понимаете, все равно пресс-служба – это… Мы являемся таким мостиком, да, между людьми, средствами массовой информации и ведомством, и нам нужно вот найти какой-то такой компромисс для того, чтобы соблюсти все необходимые критерии для информации внутри ведомства, и чтобы людям было интересно. Ну вот мы стараемся, ну, безусловно, работаем с другими средствами массовой информации, делаем какие-то интересные сюжеты, интервью, ну вот я надеюсь, что таким образом мы достучимся до большей части жителей нашего региона. Ну поделитесь воспоминаниями, чем все-таки обернулось празднование 2019 года для орловчан? Так, празднование 2019 года. Вот что-то такое у вас в памяти осело? Ну, давайте так, не конкретно именно 2019 год, но таких случаев я уже практически 14 лет работаю в системе, и первые, наверное, три года я дежурила именно в новогоднюю ночь. Да, и коллеги, когда видят нового сотрудника, они очень любят подшучивать, придумывать какие-то интересные такие моменты, чтобы человек запомнил это на всю жизнь и понял, что он выбрал правильно свою профессию. Было один раз такое, что мы практически всю ночь ловили на крыше молодого человека, вот ему захотелось каких-то новых впечатлений, слава богу, все закончилось хорошо. Кроме этого, наших спасателей очень часто вызывают люди с ограниченными физическими возможностями. Ну, что это значит? Значит, скажем так, у нас даже есть, как ребята шутят, постоянные клиенты, да, одинокие люди, инвалиды. Бывает такое, что ему не к кому обратиться, или он позвонил своим знакомым или социальному работнику, ну, по тем или иным причинам, по объективным, именно в этот момент они не могут ему помочь. Он мог упасть с дивана, ему могло стать плохо, дверь закрыта, никто не может открыть, ну, в таких случаях вызываются спасатели, сотрудники полиции, ну, потому что вскрыть жилье мы не можем без присутствия сотрудника полиции и так далее. И вот такие случаи, ну, скажем, беседы. Может быть, человеку стало немножко грустно одному. И помощи в том числе, вот такой, может быть, маленькой, такой совсем капелька помощи, но вот для человека это вот экстремальный страх. Как отдушина, да. Вот такие случаи у нас бывают. А в чем причина все-таки большинства пожаров и травм, которые связаны с пиротехникой? Это некачественная продукция или просто люди не умеют ею правильно пользоваться? Ну, вот смотрите, то, что говорит нам статистика, да, мы обратимся именно к статистике. Это, конечно, в первую очередь человеческий фактор. Сейчас для всех собственников вот этих организаций, которые занимаются реализацией пиротехнических изделий, невыгодно заниматься продажей несанкционированной продукции. Ну, это просто глупо, да, стратегически неверно. Если ты хочешь заработать денег, каким-то образом там обманывать именно на качестве, да, они понимают, что это, ну, как это сказать, достаточно опасное занятие, да, тем более у нас в 2015 году были такие, такая история, которая, наверное, многих людей в этой... Поделитесь, расскажите. Ну, я имею в виду взрыв пиротехники, взрыв на складе пиротехники. Ну, в любом случае, как вам сказать, люди, которые сейчас занимаются реализацией пиротехнических изделий, это люди, которые занимаются этим достаточно давно. Таких мест, если я не ошибаюсь, официально заявленных у нас порядка 20. И самое главное правило для любого человека покупать пиротехническое изделие только в специализированном магазине. Почему? Почему это не может быть какая-то палаточка или где-то на улице небольшой закуточек, да? Это очень четкие правила хранения для пиротехнических изделий. То есть, например, прямые солнечные лучи могут каким-то образом воздействовать на упаковку. И, соответственно, таким образом изменится уровень безопасности использования этого изделия. Нарушение хранения, банально, да? Да, нарушение правил хранения. Именно поэтому у нас сейчас не так много вот этих санкционированных и специализированных магазинов. Мы именно с ними работаем. Это мы не называем проверкой, потому что мы, скажем так, проводим профилактические мероприятия инспектора государственного пожарного надзора совместно с сотрудниками полиции. В этом году мы приглашали и средства массовой информации, хотя стараемся это делать всегда. Открытое. Мы открытое ведомство. Вот. Мы беседуем. Еще раз проверяем, есть ли вся документация для того, чтобы продажа могла осуществляться, осуществлялась. Да. Кроме этого, проинструктированы ли продавцы? Еще раз спросить у них, каким образом они объясняют покупателям, как пользоваться. Потому что, знаете, есть же такие... И объясняют ли вообще. И объясняют ли вообще. Но могу сказать, что у нас... Тьфу-тьфу-тьфу. Потому что вообще в нашем деле лучше не утверждать что-то на 100%. Поэтому пока по опыту мы смотрим, что ни одного административного протокола у нас не выписано. Все соблюдается. И, ну, это имеется в виду специализированные магазины, в которых ведется продажа пиротехники. И дай бог, чтобы вот таким образом у нас было дальше. А вот если человек самостоятельно, зная все риски, ну, так же, как пьяным садится за руль, да, это все равно, что, ну, как-то вот где-то рядом, да, покупает непонятно где, непонятно какую продукцию, видит, что инструкция не на русском языке, и он не очень представляет, каким образом пользоваться этим устройством, каким местом его поджигать, с какой стороны его вставить в землю и так далее, и так далее. Какой радиус опасной зоны. Я считаю, что... В этом случае все ответственность сложится. Да, это напрямую человек виноват сам. Но тут еще нужно еще один момент отметить. Продавцы берут на себя еще ответственность проверять паспорта тех людей, которые покупают. Потому что продажа многих пиротехнических изделий, ну, по-моему, кроме хлопушек и бенгальских огней, запрещена детям до 16 лет. В некоторых магазинах у нас этот ценз взрослой подняли до 18 лет уже сами. Ну, потому что разные бывают детки. Кто-то в 16 уже повзрослел, а кто-то в 18 еще... Остается ребенком. Да, остается ребенком, да. Как обезопасить свое жилье от пожара в новогодние праздники? Мы с вами говорили про фейерверки, про бенгальские огни. Ну, это же, по-моему, традиционный символ Нового года, празднования. Как должна быть, допустим, установлена елка? Есть какие-то требования к гирляндам и электроукрашениям? Да, безусловно, есть. И, в принципе, если в семье есть мужчина, обычно этими вещами они занимаются. Хотя могу сказать, что у меня мама по образованию была электриком. И вся электрика в доме была на ней. Разные бывают ситуации в семьях. Но, в первую очередь, конечно, нужно прочитать, каким образом эксплуатируется данное изделие. Гирлянды бывают для наружного использования и для внутреннего использования. То есть, если вы захотите гирлянду, которая предназначена для внутренних помещений, ей украсить что-то снаружи, на улице, то, естественно, это уже первый звоночек, что что-то может произойти. То есть, может нарушиться изоляция проводов и так далее, и так далее, и так далее. Безусловно, нужно учитывать перегрузку сети, прежде чем вообще устанавливать какие-то иллюминации, украшения елки на окнах. Вот сейчас очень любят украшать окна орловцы разными там какими-то красивыми узорами. Хотя мне самой это очень нравится, потому что если нет снега, то хотя бы гирляндами мы немножечко себе поднимаем настроение. Вот. Дело в том, что первое, что нужно сделать, еще раз проверить всю проводку в доме. И это нужно делать периодически. Человек решает для себя сам. Делать это раз в неделю, раз в месяц, или раз в квартал, или хотя бы два раза в год. Ну, чем раньше, тем... Ой, чем чаще, тем лучше. Безусловно, сами понимаете, если хоть когда-то у вас в доме появляется запах... Гарри. Или что-то вот проводочка как будто немножечко подпалилась, значит, это уже первый звоночек. Первый звоночек, да. Безусловно. Если вы сами в этом не разбираетесь, приглашайте специалистов. И если вы что-то подключаете, аналогично обращайтесь к специалистам. А по поводу елки, ну, там элементарные правила. То есть нужно, чтобы она была, по-моему, метр от потолка, то есть очень большое нежелательно. Нужно подальше от обогревательных приборов. Если это ел... Ну, там несколько вариантов. Если эта елка живая, если она искусственная, и от этого зависит, каким образом, в какое место она устанавливается. Опять же, при покупке продавцы должны проинструктировать человека, покупателя, каким образом она устанавливается. Каким образом, например, живую елку, ну, дольше сохранить в хорошем виде, да, чтобы она была как новенькая. Как она устанавливается. Если это живая елка, то, конечно, очень важно, чтобы она очень устойчивой была. И подальше от маленьких детей. Безусловно, никакой, никаких горючих материалов в оформлении елки не должно быть. Ну, многие очень любят искусственный снег, как вариант, наверное, можно. Многие любят ватой украсить. Ну, есть еще такие люди, которые любят свечи. Ну, хотя, среди моих знакомых таких уже людей нет. Поэтому я надеюсь, что все люди у нас благоразумные, все понимают, и Новый год хотят встретить в безопасности, в спокойствии, в стабильности. Я думаю, что это самое главное. И, безусловно, нужно поговорить со своими детками, потому что мы не всегда находимся рядом с ними. Домашний, но зубок, наверное, знают все правила. Да, я им, наверное, надоела с этими правилами. В разных вариантах, безусловно. Да, мы общаемся об этом, запрещаем ребенку самостоятельно пользоваться газовой плитой. Ну, да, она уже научилась пользоваться компьютером, ей уже 9 лет, поэтому многие скажут, да ладно, в 9 лет мы уже самостоятельно сами их себе готовили. Нет, мы не разрешаем, береженого Бог бережет, лучше не нужно. Обязательно проверять, отключены электроприборы или нет перед уходом. Плюс у нас, например, есть аквариум. Он в разных режимах работает. Такие вещи тоже нужно отслеживать. Освещение, подача воздуха и так далее. Это для тех, у кого, например, такие приборы есть электрические. Ну и так далее. То есть, в принципе, это осторожность, благоразумие и внимание. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. А у нас в гостях был подполковник внутренней службы МЧС Натальи Аквулова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok